поехали короче приветствую уважаемые зрители на моем канале с вами иван и как вы могли заметить роликов не было больше года но это просто жесть и я хочу вам заснять видео про то как все-таки сэкономить на пленке потому что вы могли заметить что она стала стоить охренеть каких больших денег из-за кое-каких событий в мире я вам хочу показать один прекрасный способ как экономить неплохие деньги на пленке покупать ее больше за меньшие деньги то есть грубо говоря снимать намного эффективнее чем по отдельности покупать катушки ну стандартная катушка вы сами понимаете это вот они продаются таких кассетах очевидно вот по одной и это все-таки накладывает стоимость на саму катушку то есть вот эта железка коробка упаковка там все такое транспортировка отдельные и это все удорожает покупку они конечно очень удобные вот эти катушки одноразовые спору нет но они очень дорогие если вам лень заморачиваться то можете смело пропускать это видео но для тех кто хочет все-таки сэкономить и научиться каким-то новым навыкам в аналоговой съемке то посмотрите дальше многие знают но некоторые нет что существуют в продаже вот такие вот бобины они бывают совершенно разные это илфорд пан 400 илфорд 5 многими любимые том числе мной бывает пленка шанхай это китайская фома пан и так далее их там много то есть там как вы могли понять пленки намного больше то есть вы покупаете оптом там ее 30 . 5 метра это очень много это прямо дофига можно снимать очень долго на нее и особо не заморачиваясь то есть вы можете ее заряжать сколько угодно кадров то есть хоть по 6 кадров катушки хоть по 12 хоть по 17 хоть по 50 неважно главная фишка в том что она универсальная из за того что она поставляется сразу дофига намотанная 30 метровая то есть производитель особо не тратит на катушки там на упаковки на все вот эти дела из-за этого она стоит дешевле вот и поэтому ее имеет смысл покупать а где такую пленочку купить можно оптом ну ее сейчас немного трудно доставать потому что ее сразу раскупают знающие люди поэтому надо проверять всякие магазины различные пленочные и вовремя покупать вот эти бобины я купил в ярком фотомаркете вы наверняка знаете об этом магазине также вот эти я купил не помню где то есть вам в петербурге в d7 6 до того как он еще жив был и надо поискать короче само собой там большой кусок пленки его надо беречь из естественно пользоваться этой бобиной в полной темноте и очень желательно пользоваться вот такими вот перчаточками белыми вот это такие рабочие перчатки которые не оставляют следов всяких жировых на пальцах от пальцев точнее и ими удобно работать вот то есть это чтобы не запачкать эмульсию своим своими пальцами чтобы она была чистая ну естественно заходите в темную комнату берете катушку в полной темноте абсолютно чтобы не было никаких щелей ничего такого открываете ее и у вас там вот большой кусок пленки я его обычно просто кладу рядом с собой чтобы на ощупь можно было определить и вот допустим вот это это катушка да она вот так вот так же смотана она тоже под натяжением внутренним вы ее берете вот так вот вот я ее просто беру вот так вот вот эту большую катушку вот так вот в темноте на ширину рук вот так вот прям делаю это получается 34 35 36 кадров примерно ну 35 вот потом темноте я вот на ощупь беру отрезаю все это дело вот так вот основную бобину я кладу назад то внутри черный пакетик есть который не пропускает свет но на всякий случай его заворачивайте и кладите в коробку и закрываете так мало ли он раскроется и все деньги на ветер вот берете вот очень важно помнить что эмульсия всегда внутри катушки но если вы вдруг перепутали забыли то можно определить это по такому методу вот где подложка да где эмульсии нет она очень гладкая такая прям вы ощутите что она гладкая не сопротивляется трению а изнутри она будет шероховатая то есть это надо так понять попробовать ну так просто не объяснить но эмульсия всегда изнутри вот и пощупайте где шероховатая там эмульсия но в случае пленки shanghai там так сделано непонятно что она шероховатая абсолютно со всех сторон и там ну могут быть трудности с этим у меня вот как раз возникли трудности то что я зарядил его задумно перед и пришлось перезаряжать то есть я немного тупану но там было непонятно к сожалению как там эмульсия располагается вот я там перепутал чуть-чуть но это неважно вот этот наток да когда вы его так растянули вот так вот берете вот отрезаете и у вас должен быть вырезан язычок такой а для чего он должен быть вырезан вот для таких вот кассет есть такие кассеты очень прикольные недорогие очень ну универсальные многоразовые такие советские типа у меня у данным случае вот такие есть но они бывают импортные советские какие-то гдр польша там их много очень вот берете их открываете вот тут крышечка такая это внутри вот такая штучка короче ну вот это не совсем удачный вариант давайте вам другой покажу вот да вот здесь такой зажим есть вот и он позволяет фиксировать пленку и видите тут очень узкое пространство и поэтому нужно вырезать язычок специальным образом сейчас я вам покажу как вот берете естественно в темноте это сделать немножко сложно надо тренироваться чтобы вырезать очень хорошо берете вырезаете вот так вот крут язычок об на ощупь принципе реально сделать надо просто потренить немножко это дело вот вот такой вот язычок все в полной темноте важно вот видите вот эта пимпочка это всегда в камере внизу находится вам нужно ее на ощупь понять что она вот здесь находится и эмульсии внутрь надо заворачивать вот вы ее суете вот так вот сейчас надо чуть оп все вот и берете наматываете ее вот так вот так вот наматываете оп-оп-оп обязательно в перчатках чтобы пленку не пачкать и это будет все влиять на изображение в итоге вот мы же хотим хорошие фотографии поэтому мы всегда работаем перчатках вот так вот намотали потом берем вот пытаемся сунуть вот так вот так вот закрыли этой штукой вот все она у нас готова но вот так вот подрезаете снизу чтобы заряжать потом можно было и все у нас как бы заряженная пленка ну вот это естественно засвет как вы понимаете тут ничего такого нет и можно снимать ходить ничего сложного нет надо главное потренироваться но если у вас бюджет позволяет немножко раскошеливаться то можно купить себе специальную машинку длинномотки пленки это такое устройство которое позволяет без заморочек на свету прям заряжать кассеты очень удобно это короче вы могли видеть в интернете такие штуки это лоид фирма есть а п кайзер их ну не так уж много выпусти выпущено было но можно поискать на авито и в магазинах тоже продается но сами понимаете что они стоят от 7 где-то тысяч от 8 10 даже не целесообразно покупать чтобы зарядить раз там раз в неделю по одну пленку не знаю я выбрал легкий путь вот просто растягиваешь как в старину делали люди так растягиваешь обрезаешь заряжаешь кассеты и снимаешь как тебе нравится также если у вас по какой-то причине нет вот этих вот кассет многоразовых можно использовать отснятые кассеты от обычных одноразовых катушек то есть она у вас закончилась да то есть она больше не вытягивается и отрезали проявили и она у вас валяется можно ее и повторно использовать это нужно вам оставлять такой язычок сантиметровый как минимум и вот эту пленку вы должны то есть вы должны эту пленку которую у вас из бобины состыковать с куском из катушки из двух сторон приклеить довольно таки хорошо чтобы не оторвалось и все принципе дальше наматывайте внутрь и готова в принципе ничего сложного нет главная практика и все само собой бобины стоят неплохих денег по нашим временам шанхай мне недавно месяц назад я ее купил обошлась 6000 то есть но сами понимаете деньги такие весомые наши дни но на долгосрочной перспективе это получается намного выгоднее илфорд не обошелся в 12 тоже очень до хера мягко скажем но сами видели то что илфорд hp5 сейчас от косаря от 1200 стоит и поэтому это считаете что вы купили 12 катушек а тут их можно зарядить аж 18 то есть ощутимый прирост экономии получается ну и давайте посчитаем какая же все таки экономия получается в цифрах у нас то есть илфорд hp5 стоит 12000 12000 делим на 18 катушек по 36 кадров которые мы можем зарядить делим на 18 получается дьявольская цифра 666 то есть 650 рублей грубо говоря этот ценник грубо говоря довоенный и до ковидный то есть грубо говоря очень такой приятный и и илфорд стоит сейчас а по отдельности 1000 а то и 1200 я видел магазинах то есть ну практически в два раза по сегодняшним меркам экономия то есть естественно вы платите 12 тысяч за раз это надо и где-то достать все такое но если вы будете покупать их по отдельности вы заплатите намного больше и давайте посчитаем шанхай он стоил шестеру 6000 делим на 18 330 рублей то есть тоже очень даже дешево получается я видел форма пан 400 сейчас где-то 9 10 что ли стоит давайте возьмем за то что продавцы будут очень нагло и будут десятку запросить за него десятку делим на 18 550 рублей то сейчас форма пан 700 с чем-то стоит 800 то есть если вы будете покупать их по отдельности естественно классных кадров у вас будет немного меньше и они будут стоить дороже в итоге а если и будет покупать бобины вы будете делать намного больше классных кадров за счет того что у вас тупо больше кадров будет но естественно как же авито без Без него никак. Можно искать пленку на авито, на мотки всякие. Люди продают, я видел, тоже не особо дорого. Но главное быть бдительным и не купить фуфло. Покупайте у проверенных продавцов на авито, у которых много рейтингов, положительных отзывов, само собой. Чем их больше, пятерок, четыре с половиной, это хорошие люди, у них можно брать. Также в магазинах можно на мотки брать, тоже не особо дорого получается. Но все равно дороже, чем самому наматывать. Но у меня был неприятный казус, я купил тасму, 400, по-моему, ИСО было, в магазине Фокус. Такой камень в огород магазина Фокус получается. То, что они мне продали намотку тасмы, вот они там из бобины намотали и продают. Я ее купил, но недорого было. И там то ли намотчик рукожопой был, то ли еще какие-то ситуации у них возникли при намотке. Она, короче, была наполовину засвеченная. То есть там верхняя часть была засвечена вот такими полосами, типа от перфораций. То есть это было неприятно. Деньги мне вернули, как бы ничего такого. Но время потратил, кадры ушли в корзину и проявитель, само собой, тоже потратился. Ну, не особо приятно, конечно, было. Поэтому обязательно важно смотреть отзывы, чтобы их было много и они были все хорошие. Чтобы ассортимент у продавца был солидный. Ну, чтобы человек был опытный в намотке и наматывал без косяков. И чтобы не кидал у людей, само собой. Также я видел, на Авито можно находить всякие просроченные пленки. То есть 2010-х годов, 2011-х, 2012-х. Для ЧБ это не особо солидно. Цвет, конечно, поплывет немного. Но это можно использовать как творческий переем. В принципе, классно было бы. Ну, вот такой вот ролик получился спустя год. Вы, я думаю, ждали меня. И вот я наконец-то вернулся. Этот ролик, естественно, для новичков, которые хотят сэкономить на пленке. И снять кадров намного больше, чтобы учиться и развиваться. Естественно, олды все знают. Но если вы все-таки посмотрели и все-таки согласны с моими словами, то большой вам респект. И ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь, комментируйте, репостите, если хотите. Если кому-то это будет полезно, тоже отправляйте. В следующем видео я постараюсь снять про то, как сэкономить на химии все-таки. Она тоже стоит очень много. И есть прекрасный способ, как недорого и развлекаясь, экономить и получать отличные результаты. И делать все самому. Естественно, вот аналоговые процессы – это про то, что ты все сам. И в этом намного больше кайфа, нежели будут за тебя все проявлять, сканировать и печатать. Намного больше развития будет у фотографа, если он постигнет процессы все сам. То есть научится проявлять, печатать, сканировать, обрабатывать пленку. Печатать фотографии, то есть маскировать и все такое. В этом и заключается мастерство. А самое главное – учиться снимать. Это все техника, она нарабатывается просто повторением и все. Ничего сложного нет. А вот творческий замысел в себе воспитывать, учиться красиво снимать, искать локации. Такое – это намного более ценное, нежели техника. Техника, да, она очень важна, но творчество важнее. Техника, она не так важна, как творческий потенциал. То есть вы должны учиться творить, грубо говоря. То есть снимать все лучше и лучше, искать крутые локации. Если вы портретист, то крутых моделей. Если снимаете стрит, там новые города посетить. Какие-нибудь интересные локации найти. Интересное время, суток, чтобы свет был интересно, падал на локацию. Чтобы персонаж мимо проходил, какой-нибудь замысловатый. И в таком плане. Старайтесь больше делать творчество и поменьше техники. Но техника все равно важна. И основы все равно нужно знать. Всем пока.